друзья всем привет и пожалуй единственное место которое мы еще не посетили за это лето на черноморском побережье краснодарского края это поселок веселовка на верстам упущено и прежде чем начнем как всегда по традиции ставьте лайки балалайки подписывайтесь на канал ну и теперь отдыхайте тоже с youtube каналам папа может сразу на въезде могу отметить висит вывеска жилье номер телефона ну просто не мог чтобы не показать его вам но теперь передвигаемся к центру этого поселка по пути показал вам несколько вариантов жилья ну кому интересно звоните уточняйте какие цены какие удобства и так далее до пляжа веселовки остается меньше одного километра и проезжали мимо увидели братская могила воинам великой отечественной войны ну как говорится кто не забыть ничто не забыто андрюха вообще не мог чтобы не залезть на эту пушку такой размера впечатляющий могу конечно ошибаться но вот это слева идет бугасская коса та самая знаменитая были на ней с другой стороны со стороны благовещенской длина ее 13 километров ну думаю так и есть он на горизонте виднеется благовещенская не иначе могу подметить однозначно такая ветреная сегодня погода но в принципе по традиции нашего канала о погоде мы поговорим чуть позже замерим температуру воздуха и водички а сейчас двигаемся ближе к пляжу если честно заехали вообще наугад не знаю куда но подсказывает что-то мне мой внутренний голос что количество припаркованных машин говорит о том что все таки мы правильно сделали что припарковали здесь ну далее только пешочком можно конечно проехать судя по всему кстати висит вывеска гостевой дом сейчас покажу поподробней но узнал по поводу проехать дальше цена 200 рублей за целый день в принципе можно сказать что недорого где-то парковка стоит 150 рублей час мы прогуляемся пешочком все таки висит вывеска парковка дневная издалека грешным делом прочитал в парковка древняя ну в принципе древняя тоже подходящее слово частная собственность ну получается от того места от шлагбаума до сюда каких-то метров 250 стоит ли платить 200 рублей чтобы проехать сюда чуть дальше небольшой деревянный домик висит вывеска свободные номера номер телефона 8 918 340 27 81 за подсказку можете не благодарить уже виднеется часть моря висит вывеска гостевой дом альбатрос номер телефона ну получается что этот гостевой дом находится прямо на пляже будущем отдыхающим на заметку и вот он указатель пляж проходим сюда ну да от альбатроса буквально метров на 50 до берега моря такой интересный вход в пляж выполнен из старых деревьев тут людоеды нас не съедят я надеюсь проходим какое-то летнее кафе небольшая шашлычка под навесом ну по ходу все тоже гостевой дом который показывал чуть ранее и вот этот скелет древней рыбы все более меня настораживает что здесь могут водиться людоеды традиционное удобство любого курорта лежаки под навесом вашему вниманию приз курант лежаки 100 рублей и дальше выше все поподробнее отдых в тени навесов 100 рублей место прокат лежаков и гамаков 200 рублей в день 100 рублей до 4 часов получается но я могу только так понять что если берете лежак на целый день то 200 рублей сам лежак и плюс 100 рублей то что он будет в тени стоять может я конечно ошибаюсь ну читайте сами вообще так могу подметить что малолюдный пляж может сказывается то что все-таки конец лета уже но тем не менее показываю как он выглядит сегодня у нас 22 августа уже йог макарет неделя лет осталось как с этим жить как смириться когда были примерно две недели назад на бугасская косе со стороны благовещенская все было просто как каша водорослей ну вижу к сожалению здесь не сильно отличается хотя в комментариях писали что в это же время были в веселовке и была кристально чистая вода оказывается врут хотя может и не врут мы прогуляемся чуть дальше еще коротко о веселовке старое название этого поселка село голопузовка это еще дореволюционное название после революции было название красная веселовка ну еще более поздние времена перенавали как просто веселовку но это однозначно курорт подойдет более людям кто любит тихий спокойный отдых без всяких шумных кафе и так далее есть небольшой кемпинг кстати если получится покажу поподробнее чуть позже ну и как бы сказал ранее пляж малолюдный пойдем местечко искать где мы же мы сегодня расположимся когда свернули на грунтовку был указатель море прямо а лиман налево вот видимо те машины которые сюда заехали повернули как раз сторону лимана кто-то расположился в палатках здесь такие прям палатки так палатки человек наверно на 15 точно но если поменьше есть и просто кто в машинах ночует в общем надо искать местечко где же нам бросить якорь традиционная развлекуха любого курорта гидроцикл и шмиклоциклы паренек исполняет прямо тот вираж такой вытворяет вспомнился мультик из ну погоди как волк также на берег залетел уточнил кстати это не традиционная развлекуха это свой личный гидроцикл ребята привезли спустили моря ну и катаются отдыхают как короли даже не знаю сколько еще идти здесь просто какой-то кишащее болото водорослей и помимо гидроциклов даже кто-то и на квадриках умудряется заехать сюда не знаю стоит идти туда дальше или нет дальше только благовещенская как я говорил ранее был там две недели назад море ничуть не лучше чем здесь поэтому пожалуй пройдем еще метров сто и будет купаться не самый приятный абориген который можно встретить на пляже и слышал такую историю что на азовском море сейчас таких жителей просто кишит что даже зайти спокойно в воду нельзя но у нас планах конечно сделать небольшое путешествие заехать их кучу гуры и в голубицкую еще куда-нибудь заскочим убедимся в этом наглядно так ли это может люди врут ну как и обещал вашему вниманию погода согласно гидромет youtube по поможет центру температура воздуха на 22 августа 2020 года 30 градусов тепла посмотрим какая же водичка похолодало меньше 25 градусов а точнее 24 7 ну деваться некуда раз приехали что ж теперь возвращаться что ли иду раздеваться мои первые ощущения как и на бугасской косе со стороны благовещенской пляж сам исключительно из ракушечника и в принципе такое же дно по крайней мере пока я захожу такие ощущения но как она выглядит из глубины какое дальше будет но ну и конечно же какая прозрачность воды будет дальше смотрите дальше готовы нырять вместе со мной начинаем начинаем и 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 Субтитры сделал DimaTorzok По традиции нашего канала расскажу коротко о этом пляже Оставлю свой небольшой отзыв Конечно водичка желает лучшего Мне описывали как кристально чистая Возможно она так и есть Возможно я попал в такое время неудачно Но оценивая водичку сегодня Так как увидел ее я Могу поставить лишь 3 с плюсом И то наверное с натяжкой Дно в принципе понравилось Люблю ракушечник В отличии от песка он не прилипает к ногам Ну и такой же сам берег Как я говорил в принципе ранее За дно и за берег поставлю по 4 с плюсом Свой рост я скрыл примерно метров 40 Так что любители Занырнуть побыстрее Не оценят этот пляж пожалуй Ну все традиционно Все рассказал, все показал Как увидел сам Все по чесноку Все как всегда на нашем канале Друзья, ну и предлагаю узнать мнение у нашего не менее авторитетного эксперта Андрей Сергеевич отказался купаться Он вообще в принципе водоросли не переносит Когда даже их незначительное количество будет в воде Для него сразу этот пляж бракуется Ну а что скажет нам Сергей Сергеевич Понравился этот пляж? Да Вода понравилась? Да Сколько оценишь ее? На сколько баллов? Ну тройка где-то с берег Тройка за берег? Да А за водичку за прозрачность? Я не нырял Ну так же ты видел по поверхности? Да Сколько поставишь за водичку? Двойку Двойку? Да А за дно? А за дно Пять А за дно пять В общем дно понравилось Пятерку поставят Водичка двойка А берег тройка А так ему пляж понравился Да? Мне не авторитетного эксперта Ну пока дети мои обсыхают Отсыхают Пойдем прогуляемся по этому пляжу Там какой-то кемпинг вдали виднеется Даже какие-то канадские флаги вывешенные Пойдем узнаем поподробнее Да, в отличии конечно от Благовещенской Там хоть водорослей поменьше было на берегу Здесь просто какая-то дичь Вон ребятишки Налили в бутылку коктейль молодость Никто не хочет отведать Очень аппетитно выглядит Да, хорошо, что мы еще дальше не пошли Просто какая-то дичь Я даже не представляю Как здесь можно купаться Посмотрите на это болото Да, простят меня местные жители И те, кто любит веселовку Пока что вижу не в самом лучшем ракурсе Может быть еще раз повторюсь Другое время года Может попал что-то не так Но увидел как увидел Показал как показал Несколько десятков даже Пожалуй домиков на колесах Но приезжают люди сюда Отдыхают точно не на один день Такое какое-то Пигмейское бунгало Хижина лесника Тут прямо можно посиделки Вечернее время устроить Ну классно придумали Не знаю платный этот домик или нет А вообще сам кемпинг Вот те, кто заехал сюда на пляж Абсолютно бесплатно И сам проезд также бесплатный Большой бонус, конечно Для тех, кто хочет приехать на кемпинг Отдохнуть возле моря То, что бесплатно Ну а вообще, конечно же Хочется верить, что в другое время Года хотя бы Здесь кристально чистое море Напомню, когда приезжал в прошлом году На Бугасскую косу Со стороны Благовещенской Там была кристально чистая вода Возможно, какое-то лето такое неудачное Высокосный год То пандемии То в Беларуси митинги То не знаю Что-то творится Вообще, такое ощущение складывается Что кто-то в джуманджи играет в этом году А что касаемо домиков на колесах Номера регионы Почти у всех разные Приезжают со всей страны Значит сюда Какая-то зверюга Вообще Напала на меня Вот-вот Сожрет Не ешь меня Невкусный Ну зверюгища Еле отбился Ну а что касаемо вот этих самых навесов Этих хижин Это частная территория То есть даже из-за деньги здесь расположиться нельзя Вот так вот В интернете прочитал Что длина всей этой косы Бугасской 13 километров Где-то посередине она перерыта Для того, чтобы циркулировала вода Из моря в лиман И наоборот Ну что-то так я со стороны посмотрел Но километров 8 Наверное это максимум Что могу дать И как вам это местечко По-моему идеально Чтобы в наше видео Сегодня внести минуточку релакса Что мы сейчас и сделаем Полюбуемся этими красотами вместе Ну что скажите друзья Как всегда заслуживает лайка Ну значит как всегда не скупитесь Поддерживайте Кажется так конечно таким темпом Я дойду до Благовещенской Или как минимум до Той части косы Где она перерыта Пойдем в обратную сторону Когда убегал от собаки Кстати не показал Что здесь стоит знак Дорожный кирпич Все такими зарыто Ограждено бетонными столбиками Чтобы никто не проезжал Не заезжал Ну а с этой стороны Вообще противотанковые ежи Видимо Чтобы и танки не заехали Даже так огородили Сейчас поинтересовался Сыхающих здесь говорят Что действительно бывает Здесь кристально чистая вода И зависит от направления ветра От прилива Отлива И так далее Ну в общем я еще раз повторюсь Я показал так Как увидел сам Обратно решили пойти Немного другим путем Тут такое небольшое ущелье Скажу Ветер такой Что аж сдувает И так немного Бахчит от этого лимана Каким-то илом Болотом Кстати спрашивают часто Куда же люди ходят Справлять свою нужду Вот туалеты Вот так и выходят В общем Довольно цивильные туалетики Но вот так мусор Конечно выкидывать нехорошо Как сейчас люди сделали Просто дичь какая-то полнейшая Чайки сейчас раздербанят Эти пакеты И будет валяться мусор По всему побережью Указатели Пиво, вода, кальян, коктейли, мороженое Даже доставка есть Кому интересно И все указатели Показывают сторону моря Все веселухи там Подошли уже к машине Сейчас в планах Переехать на следующий курорт К сожалению не определились Что это будет именно за местечко Возможно поселок Волна Возможно станица Тамань Но думаю Следующая наша прогулка Будет не менее интересна Чем это и в ней Вы увидите Субтитры сделал DimaTorzok Ну если заинтересовало Наше следующее видео Могу порекомендовать Подписаться на наш канал И чтобы посмотреть Эту новинку первым Обязательно нажмите на колокольчик Ну и также Если понравилась Сегодняшняя прогулка Ставьте лайки Балалайки Поддерживайте нас Пишите комментарии Задавайте вопросы Всегда ответим Ну и до новых встреч Всех обняли Приподняли Поставили Увидимся Отдыхайте тоже С YouTube каналом Папа может Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok